На протяжении вот уже более полугода экономический кризис остается главной темой СМИ всех уровней. Что изменилось за прошедшее время в экономике Угличского района? Ответ на этот вопрос в интервью ОТР с заместителем главы района по экономике Алексеем Ясинским. Алексей Игоревич, полгода назад мы беседовали с вами на тему кризиса. С тех пор ваш взгляд изменился на эту ситуацию или все-таки время и события привнесли в него какие-то изменения? Некоторые базовые моменты остались неизменными. Во-первых, совершенно жестко должен сказать, что не Россия виновата в этом кризисе. Если сравнивать с 1998 годом, там был чисто внутренний кризис. Здесь мировой кризис, который начался не в России, начался в развитых странах, начался из-за перегрева финансового рынка, к которому мы никакого отношения не имели. Значит, что изменилось? Кризис оказался гораздо глубже, чем предполагалось, хотя и ранее высказывались не сильно оптимистические мнения относительно его развития. Вот, значит, у меня есть доклад об экономике России, сделанный специалистами Всемирного банка, достаточно квалифицированные как бы люди, чтобы им в этом плане доверять. Ну вот, процитирую буквально. Мировая экономика переживает первую со времен мировой войны глобальную рецессию, сопровождающуюся снижением мирового объема производства и торговли. По глубине и масштабу воздействия на глобальную экономику кризис оказался намного более серьезным, чем ожидалось ранее. Сильно пострадали развитые страны, за которыми серьезные проблемы начались у развивающихся стран. В большинстве государств налицо спад или быстрое замедление темпов экономической активности, рост безработицы и бедности, которые образуют замкнутый круг и формируют очень тревожную внешнюю конъюнктуру. В России усугубился влияние кризиса ее структурной уязвимостью, зависимость от нефтегазового сектора, узость промышленной базы и устаревшие основные производственные фонды. Ну и слабое развитие малого и среднего бизнеса, о котором 10 лет говорили непрерывно, но очевидно больше осталось на словах. Тем не менее, значит, вот Всемирный банк ищет, видит, как бы, выход. Ну, кризис это всегда, как бы, и опасность, и возможность. Какие возможности для России? Значит, это преодоление наиболее серьезных узких мест в сфере инфраструктуры, и энергетической инфраструктуры, и транспортной инфраструктуры, и дороги, и газопроводы, и электроснабжения. И, опять же, поддержку и развитие малых и средних предприятий. Кроме того, они называют, значит, в качестве экономических проблем укрепление государственного управления и борьба с коррупцией. То есть, то, о чем сейчас занимается наш президент и постоянно говорит, это в первую очередь даже экономическая проблема, которая реально мешает развитию страны. Влучшение инвестиционного климата, поощрение конкуренции и стимулирование малых и средних предприятий для обеспечения роста производительности в долгосрочной перспективе. Чем отличается сейчас кризис от кризиса 98-го года? Как говорили генералы, которые у нас были при власти, упал, отжался, да, вот это было в 98-м году. Очень резкие темпы падения производства, второй, третий, четвертый квартал 98-го года. И фактически, значит, второй квартал рост больше 3-х процентов. И по итогам 99-го года рост 12-х процентов. То есть, фактически, в тогдашних условиях этот кризис очень быстро, значит, был преодолен. Ну вот, специалисты Всемирного банка считают, им нельзя не доверять в этом плане, что сейчас вот это вот плечо буквы В мы прошли, но подъем будет вовсе не таким, как был в 98-м году. То есть, падение действительно было достаточно резким, но подъем будет постепенным. Темпы снижения объемов промышленного производства в целом по России значительны. На территории Углического района аналогичная ситуация. Досадно, что кризис застал нашу местную экономику в начале ее подъема. Общий рост экономики в 2006 году по отношению к предыдущему составил 55 процентов. В 2007-м 33 процента. И даже в кризисном 2008 году он был 9 процентов. Еще большую эффективность роста демонстрировала промышленность. В 2006-й год 71 процент. В 2007-й 51 процент. В 2008-й 13 процентов. К сожалению, по результатам первого квартала, значит, экономика у нас упала больше, чем на 25 процентов на территории района. И резко снизилась работа промышленности. Где-то она составила меньше 60 процентов от уровня первого квартала предыдущего года. Ну, это как бы средняя температура по больнице. Хочу сказать, что вот по поручению Елеонора Михайловны Шереметьевой, значит, управления экономики и я осуществляли мониторинг состояния непосредственно предприятий. Вот, он еще не закончен. Работа продолжается. Вот, то есть, при выезде на предприятие стараемся понять, значит, не просто побеседовать с руководителями, но и понять, как бы, суть, причины, перспективы. В целом, значит, могу сказать, что просто нигде не работается. Значит, есть, как бы, действительно сложная ситуация, очень сложная ситуация на предприятиях. Вот, и выражается она прежде всего и в росте безработицы, в целом безработица у нас выросла, ну, скажем, вот, по сравнению с предыдущим годом, аналогичным периодом она выросла, ну, не в два раза, но почти в два раза. То есть, если была, значит, 2,6% от уровня экономического активного населения, то сейчас она составила 4,3%, 4,4% она вот так вот колеблется. То есть, уже похоже, что вот пик на уровне 1450-1480 человек, он вот достигнут. Более всего кризис в России, как и во всем мире, ударил по отраслям машиностроения и металлообработки. На предприятии угличмашек закончились для него времена, вот, конъюнктуры, когда шло распределение кранов, да, не продажа, а распределение, можно сказать. Когда с руками рвали, когда, значит, казалось, что главное это произвести, а не продать. Вот, сейчас, ну, некоторым образом возвращаются времена, когда нужно побегать, чтобы кран реализовать. Да, в мае сделали они 5 кранов. Да, значит, сейчас меньше, чем в прошлом году. Долг по зарплате с апреля месяца у них, хотя и пытаются, они как бы активно пытаются его сократить. Но, в принципе, тоже там ситуация, ну, с издержанным оптимизмом надо смотреть, потому что смотрят и по альтернативной продукции. Значит, на этом предприятии по поиску альтернативной продукции, по поиску дополнительных, значит, рынков сбыта. Вот, говорили про Среднеазиатские республики, сейчас заинтересовался Азербайджан краном на вездеходном шасси Урала. То есть, вот, сейчас в ближайшее время пройдет испытание этого крана на вездеходном шасси. Ну, невысокая, к сожалению, зарплата на предприятии, к сожалению, она снижена по сравнению с прошлым годом. Но, в моем представлении, сейчас главное, чтобы само предприятие сохранилось, чтобы было где работать, потому что это, конечно, не крупное предприятие в масштабах страны и в понимании вот всех федеральных законов. Это, скорее, средний бизнес, но для Гуглича он чрезвычайно важен. Не сильно просто, значит, на промплощадке «Чайки». Завод строительного оборудования сейчас, как бы, достаточно тяжело работает. Вот, но молодцы тоже ищут пути для исправления ситуации, для того, чтобы ситуацию переломить. Есть малое предприятие «Павис», которое, значит, тоже занимается металлообработкой в такой деликатной сфере, как вот акупунктура, это иглоукалывание, то есть они фактически обеспечивают всю восточную медицину. Мы, может быть, об этом и не узнаем. И не знаем, да, что вся продукция для иглоукалывания производится именно в Гугличе. У них спад около 20%, но я знаю руководителя, тоже там абсолютно уверен, что ситуацию Сергей Владимирович Панков исправит. Свои проблемы в пищевой отрасли? Начну с наиболее, может быть, проблемной, какой, мне кажется, ситуации. Это ситуация на птицефабрике. Вот, значит, вопреки всем разговорам и слухам, которые ходят по городу, птицефабрика не умирает, умирать не собирается. Вот, значит, считаю абсолютно правильным проект инвестиционный по этому предприятию, который был направлен на то, чтобы уйти из крайне конкурентного рынка, на котором всех задавила фактически фабрика Волжанин, рыбинская фабрика. Здесь просто-напросто эффект объема. Не может предприятие, которое выпуская, значит, 10 тысяч там или 100 тысяч из в день, конкурировать с предприятием, которое выпускает миллион куриных из в день. Здесь просто-напросто, ну, всем понятно, да, что и накладные расходы совсем другие, как бы, и возможности по техническому перевооружению, по дальнейшей реконструкции совсем другие. Поэтому руководством предприятия было абсолютно правильно решено перейти на, значит, на альтернативную продукцию, на перепелиное яйцо. Вот, и это не экзотика, это не устрица и не красная икра. Это, в принципе, полноценная, значит, здоровая пища, которая и детям очень полезна. В диетическом питании она широко применяется. Другое дело, что вот чуть-чуть тяжело они, это самое, вошли в этот инвестиционный проект, и сейчас тяжело прокредитоваться, вот. Но, как бы, я считаю, что мы все должны, значит, желать и способствовать успеху в реализации этого инвестиционного проекта. Вот, заводы наши два по выпуску минеральной воды. Значит, чисто сезонные, как бы, колебания спроса. Сейчас они на подъеме, то есть, ну, сказать, что выше уровень производства у них, чем в прошлом году, не скажешь, вот. Но, в общем-то, будет погода получше, объемы у них еще лучше будут, значит, но пока, как бы, ситуация там вполне, вполне пристойная, и на заводе углических минеральных вод, и на заводе водоуглича. Хлебозавод, в беседе со мной, значит, руководители поставили упрек, что слабо мы защищаем местные рынки, местных товаропроизводителей, вот. Они, значит, готовы, объемы, значит, предприятия позволяют обеспечить двукратные, значит, потребности углича, вот, которые сформировались в настоящее время. Я их просил провести хорошую презентацию на дне города, то есть показать весь товар лицом, как бы, это самое, все, что они производят, чтобы угличане увидели, какой богатый ассортимент. Ну, и, очевидно, надо работать и с нашими предприятиями торговли. Непростая ситуация сложилась в производстве молочной продукции. У меня глубочайшее убеждение, что здесь не надо искать виновных на территории углического района, в низких ценах на молоко. Вот, чисто по знакомым, по дружеским связям, значит, знаю ситуацию. В Вологодской области, например, там тоже самое. Вот, знаю ситуацию в соседних областях. Поэтому, да, цена на молоко недопустимо низкая. Могу даже сказать, что она, в моем представлении, если вот, как бы, ситуация здесь не будет исправлена, то она ставит под вопрос вообще дальнейшее сельхозпроизводство на территории района. И должно быть все экономически выгодно. И на сыр заводе непросто. Сейчас тяжелая конкуренция с белорусской продукцией, с украинской продукцией. Да даже западная Европа вот так нахорошо сейчас датирует своих производителей, значит, что уже и даже сыры из таких стран, как Дания и Германия, то есть, где из евровой зоны, из зоны евро, они уже сейчас сопоставимы по оптовым ценам с ценами углического того же самого завода. Непростая ситуация, как бы, нет рецептов абсолютно, значит, как ее решать. Вот, ясно одно, что цена на молоко должна быть абсолютно справедливой. Она должна составлять, ну, как минимум 45-50% от той цены, которую мы видим, значит, когда приходим в магазин и видим на ценниках, да, на этих, на пакетах молока. Вот, ну и как-то надо защищать и государство, нужно защищать внутренний рынок, конечно, для того, чтобы это все было, все было реализовано. Вместе с тем в угличе есть предприятия, которые успешно работают и развиваются, несмотря на кризис. Нексанс, ну вот, слава богу, могу сказать, что работают активно в три смены, где есть непрерывное производство. По слухам, Рыбинский кабельный завод, он, как бы, тяжело переносит текущую ситуацию, или, значит, политика транснациональной компании такая, что сейчас, как бы, загрузить завод недавно открытый, несмотря ни на что, но работают, и работают много, работают успешно и устойчиво. Есть предприятие, о котором мы в угличе мало слышим, значит, это предприятие Тубофлекс, это тоже промплощадка, ну, можно сказать, промплощадка южная, недалеко от угличмаши оно расположено. Идет ремонт и строительство, значит, новых помещений, сейчас готов к сдаче у них корпус почти тысяча квадратных метров, где они предполагают разместить производство милиарационных шлангов. Активно очень работают, значит, по выпуску основной продукции шлангов для стиральных машин. Вот. И как-то им удается и кредиты получать, и в лизинг оборудование взять. Ну, вот, действительно, образцовое малое промышленное предприятие. Приятно удивилось предприятие техкомплект, которые вот как раз эту вторую составляющую кризиса, возможность, они используют в полной мере. То есть ясно, что при сохранении вот недопустимой нашей производительности, труда мы неконкурентно способны. Вот они как раз это поняли. У них идет активное техперевооружение, закупили новые обрабатывающие центры. Вот. Молодцы их. Я прямо, ну, считаю, что это в некотором плане тоже молодой директор Андрей Ершов работает замечательно. Алексей Игоревич, а если вот так вот брать ситуацию в целом? Вот полгода назад, когда мы с вами беседовали, говорили, ситуация сложная, но не безнадежная. А вот сейчас вы можете так сказать? Ну, сейчас я могу сказать абсолютно то же самое. Больше того, сейчас уже как бы к кризису привыкли, да, ну, не привыкли, но присмотрелись, скажем. Уже, я так понимаю, что у руководителей есть понимание, как можно лавировать, где можно это самое отыгрывать что-то, где можно продвигаться. Результаты экономической политики главы районов части инвестиций, они сейчас какую-то определенную роль играют именно в сложившейся ситуации во время кризиса? Конечно, тот большой задел, который был сделан благодаря лично Леоноре Михайловне, он сейчас, ну, фактически это тот же самый наш стаб-фонд, который в размере, в масштабе страны создан. Вот те предприятия, которые были привлечены за счет ее успешной и очень эффективной лоббистской деятельности, да, защите интересов населения Углического района, они все сейчас создали и рабочие места, и налоговые дополнительные поступления. Так что я считаю, ваш вопрос абсолютно правильный, абсолютно это, да. И ответ на него абсолютно понятен. Основное для меня, конечно, это фирма «Нексанс», которая здесь у нас появилась. Все мы видим, что все предприятия, это сфера услуг, да, туристические предприятия, значит, гостиницы, которые функционируют на территории, пусть не гласный, мягкий, вот, значит, сделала Волгская ривьера, но это не мешает ей быть лучшей гостиницей на Волге, да, где не только ВИП-обслуживание, высококлассное обслуживание, но и хорошее рабочее место. Субтитры создавал DimaTorzok